Вроде знаки парковка, расстояние 10 метров, 15 метров, условия бампером к бордюру, но это лишь мираж, мерцающий в потоках горячего воздуха от асфальта на улице Московской. Спрос на вакантное место такой, что даже отсек для людей с ограниченными возможностями и тот занят, и рядом, как всегда, гирлянда из авареек. Добро пожаловать во второй ряд! Накал автомобильных страстей провоцирует постановление мэра Саратова о необходимости получать разрешение на парковку транспортных средств на дорогах общего пользования. Регулировать это право будет табличка к знаку «Парковка с текстом» только для владельцев парковочных разрешений. Три цифры 8.9.1 коротко намекают, что без соответствующей бумажки ты никто и паркуйся в другом месте, если найдешь. В виртуальном пространстве она выглядит вот таким образом. В реальности необходимость подобной таблички пока не могут объяснить даже в автоинспекции по городу Саратову. Не могу я сказать, чем руководствовались, потому что решение принимает все-таки владелец дороги, а владелец дороги – это у нас как раз администрация города Саратова. Но я надеюсь, что это решение принято в целях упорядоченной парковки, значит, наведения порядка и улучшения организации дорожного движения в целом. В Саратове таких знаков пока нету, согласно проектам и организации дорожного движения. В других регионах, таких как Москва, очевидно, не существуют, хотя я сам тоже не видел. Но в правилах дорожного движения они существуют, значит, они имеют право на существование. Есть статья административного кодекса, номер 1219, часть 1, она говорит о том, что нельзя нарушать требования, предписанные водителем дорожными знаками или разметкой. То есть нельзя нарушать пункт правила 1.3. Водитель обязан выполнять все требования, которые проявляются дорожными знаками или разметкой. Значит, страфная санкция 500 рублей. Депутат Гордумы Виктор Марков в очередной раз напоминает, что раньше подобные решения принимались при участии специальной комиссии по безопасности организации дорожного движения. Сейчас она собирается крайне редко, а на уровне областного центра решение о знаках принимает 1-2 человека. И появление новой таблички тянет на эксклюзив для группы избранных. Я понимаю, что это за знак. Значит, это обособление в условиях дефицита парковок некой категории водителей. Вместо того, чтобы решить вопрос для всех водителей, у нас выделяется в особую категорию еще к инвалидам. Есть инвалиды, места для инвалидов, это федеральное законодательство. Еще одна категория – это, я так понимаю, чиновники, руководители муниципальных государственных предприятий. Если это больницы, это ГУЗ, значит, государственных больниц, поликлиник и так далее. Я так понимаю, что это для большого круга автомобилей. Но это лишь предположение депутата, вызванное закрытостью процесса появления знаков на улицах города. Хотя некоторые таблички – это почти крик души. Организация парковочного пространства – извечная проблема Саратова. И многие в борьбе за свободу въезда и выезда вооружились трафаретом и краской и делают самодельные знаки. Хотя это скорее предупреждение. Речь о надписях с просьбой не ставить машины. А происходит это потому, что водители паркуются в любой лазейке, лишь бы не оставлять машину на дороге. Напряжение сходит после встречи с заместителем главы дорожного комитета Саратова Сергеем Кузнецовым. Он озвучивает мотивы появления спецпарковок. Вызвана, я могу сказать, вообще ситуация, которая на сегодняшний день происходит, ну, во всем мире, наверное, да. К нам обратился первый микроб. В связи с тем, что постоянно машины служебные подъезжают у них к территории, берут, привозят анализы, получают какие-то. Они обратились к ним, что им надо ограничить движение, ну, остановку автомобилей там и предоставить для служебных автомобилей остановку в любое время, чтобы они это выполняли. Они выполняют там это круглосуточно. Обратились к скорой помощи, где есть скорая помощь, у них есть подъездная зона, и любой автомобилист, подъезжая, может, в принципе, оставить эту машину. Как ограничить вот это, чтобы люди свои исполняли служебные обязанности, да, в первую очередь, и сделать, мы нашли такой механизм. Это сделано только для экстренных служб. Это входит там МЧС, больницы, скорые помощи. По мнению депутата Маркова, главное, чтобы этот список не расширялся для личных вип-парковок. На самом деле вопрос с парковкой у административных зданий не решен. Действительно, не решен. И зачастую людям, которые приезжают на работу, приезжают по делам, на совещания, по важным вопросам, им просто негде поставить машину. Зачастую это так. В то же время нужно еще и думать о том, что ведь эти заведения, они созданы не для чиновников, чтобы чиновников там принимали, и все у них было великолепно. Они созданы еще и для посетителей. В мэрии предусмотрели и эту претензию. По задумке механизм выдачи разрешения не должен позволять попасть туда посторонним. Знак будет, естественно, пропущен через техсовет. На нем заявление пишется от таких служб. Мы его рассматриваем, на каком расстоянии, как сделать. После этого мы вешаем этот знак. Они пишут заявление только на служебные автомобили. Здесь разговор только о служебном транспорте, который нуждается в этом. После этого мы выдаем специальные пропуска на эти разрешения. Появление первой таблички «Стоянка для владельцев парковочных разрешений» может появиться уже через 10 дней у здания Института Микроб, а дальше по мере рассмотрения всех заявок от экстренных служб.